В России сегодня отмечают День Интернета, наряду с внедрением IT-технологий во все сферы жизни. Наши соседи сейчас влияние всемирной паутины ограничивают. Начинают со школ. В большинстве интернета и мобильные телефоны запрещены, если они не помогают учебному процессу. Строже всего такие условия в частных школах, где родители платят за обучение детей, а значит хотят видеть результат. В одной из самых престижных школ Москвы побывала наша съемочная группа. Классический стиль школьного здания, но совсем не классическая система образования. Новая школа в Москве не только новая по названию. Здесь конкурс, как самый престижный российский вуз. 15 человек на место. Авторские подходы к обучению и IT-технологии, которыми буквально напичкан каждый класс. Здесь и звонок не для учителя. Их вообще в школе нет. К образованию относятся как к непрерывному процессу. А вот интернет – инструмент, который регулируют и используют только взрослые. Компьютеры исключительно с рабочими программами. Электронные доски, такие же дневники, где посмотреть можно только свою оценку. Мы предоставляем все возможности. В кабинете есть интернет, есть компьютер, есть проектор. Но что с этим делает учитель – это его право. Наша цель – это научить ребенка использовать гаджет по делу. То есть оккультурить использование новых технологий. Это значит, что жизнь детей в школе должна быть реальная, а не виртуальная. На мобильные телефоны – мораторий. Он касается неэффективного использования всех устройств. В младших классах гаджеты запрещены. Каждое утро дети сдают их в школьный инфоцентр. Для старшеклассников есть послабление. Телефоны с разрешения педагога можно включать. Но лишь для того, чтобы учиться, учиться и еще раз учиться. Например, ребенок сидит в телефоне, к нему подходишь, он тебя не видит. Мы просим его на день расстаться с телефоном. Они их сдают, потом забирают в конце дня. И иногда родители говорят, что не надо, давайте мы сами приедем, заберем. Мы с родителями тоже, конечно, работаем на эту тему. И в целом они нас поддерживают в этом начинании. Учителя не скрывают. Школа платная. И родители не хотят тратить деньги на бесполезное время, проведенное в телефонах или соцсетях. Вместо компьютерных игр и зависания на форумах детей занимают по максимуму. В школе есть свой скалодром, теннисные столы, можно заниматься дюдой или гонять мяч. Дополнительные занятия, секции, мастерские. Здесь учат гончарному делу, робототехнике, конструированию. Можно попробовать себя даже в роли мультипликатора. В школе работает студия анимации. В школе есть стена для записи. Не компьютерная, такая как в соцсетях, а настоящая. Здесь не виртуальный календарь, а по старинке, от руки. Дни рождения, важные даты школы и просто рисунки. Используют эту стену и для сбора мнений. Такая возможность для эмоциональной трансляции. Но поскольку это все не как в интернете, анонимно, а надписи начинают жить в собственном пространстве всей школы, у этой стены еще одна очень важная миссия. Пользователи учат подбирать слова. Говорят, что вначале здесь писали всякое. Сейчас больше цитируют классику, благодарят педагогов и пишут о том, что хотели бы съесть в школьной столовой на завтрак. Дети учатся здесь быть самостоятельными, принимать решения, не избегать ответственности за их результат. А главное, учатся быть взрослыми, чтобы выйти в настоящую жизнь, которая не как в компьютерной игре. У каждого только одна. Светлана Корольская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Москва. Светлана Корольская, 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 Светлана Кор